Куда подевались свои брюки? Но я их не брала, честное слово. Я знаю. Ну, конечно. Ты подумала, раз Арестас прислал мне коробку с лягушками и разными гадами, я ему отомщу и спрячу его брюки, пока он в отключке. Я угадал, не так ли? Что? Только, ты зря старалась. Мне совершенно не стыдно, что ты меня видишь раздетым. И я тебе это сейчас докажу. Нет, нет, не надо. Арестас, что ты собираешься делать? И дом осущен. Беннигна, будь добр, расскажи, из-за чего расшумелась эта ужасная женщина? Олимпия. Вам это не понравится, генерал? А это уже мое дело, с этим я сам разберусь. Я тебе приказываю, доложите мне, что случилось в этом доме. Я так понял, сеньорита Ариадна в своей комнате прятала жениха. Ну, надо же. Ну, я ничуть не удивлен, абсолютно. Эта девочка вся в мать пошла. Сеньора Олимпия рвёт и мечет. Валентина попалась ей на глаза, и та её чуть живьём не съела. Ядовитая гадина. Ты ещё будешь землю целовать, по которой ходит Валентина. И все, кто её унижал, дорого заплатят за это. Очень дорого. Беннигно. Да, мой генерал. Слушай внимательно, что я тебе скажу. Нет, Арестус, не надо. Не слышу аплодисментов, Толстуха. Ты разве не хотела увидеть спектакль? Арестус, пожалуйста, остановись, не будь таким вредным. Ну что, Толстушка, ты уверена, что не хочешь на меня голенького посмотреть? Каким я на белый свет родился. Нет, не делай этого. Как же так? Тигра убила, а шкура испугалась. Ты больше так не шутишь, сестрёнка. Я ведь на дурацкие шутки ответить могу. Господи. Я чудом спаслась. А хуже всего, что он такой красивый, что я чувствую, как мне не хватает воздуха. Воздуха. Боже мой. Глаз не оторвать. Кто же снял с него брюки? Неужели же не Хариадна? Роман Фонсека, сеньор. Так зовут молодого человека, на которого было совершено нападение. Да, его ограбили четыре хулигана, выдававшие себя за дезинсектор. Прошу вас как можно скорее прислать наш квартал усиленный патруль. Спасибо. На Романа напали? Прямо у ворот нашего дома. Он говорит, обобрали до нитки. Ты ничего странного не заметил? Нет, но знаешь, я подумала, что стоит выпустить собак. Может быть, они поймают злоумышленника. Их было четверо, ты же слышала. А Роман случайно тебе не сказал, что грабители забрали у него компакт-диски? Ради бога, Али. Кто обращает внимание на подобную ерунду, когда юноша чуть не лишился жизни? И он еще может ее лишиться, если я выясню, что меня обманули. Что ты сказал? Ничего. Орестас? Подожди. Орестас, можно узнать, что это значит? На него напали. Грабители вернулись. Должно быть те же самые, что ограбили Романа. Алло, полиция? Синьор Лоренц, прошу прощения, к вам манекенщица, ей было назначено. Так чего ты ждешь, Карменсито? Пригласи ее. Да. Пожалуйста, проходите. Здравствуй, Лоренцо Лоренц. Здравствуй. Карменсито, меня ни при каких обстоятельствах не тревожит. Я недоступен для всех, без исключения. Понятно? Ступай. Хото Эли и партнеры. Кармен. Слава Богу, что ты сняла трубку. Я уже час не могу дозвониться. Синьора Муньека, вы чем-то взволнованы? Пожалуйста, соедини меня с мужем. Синьором Лоренцом? А у меня что, есть другой муж? Разумеется, с синьором Лоренцом. Скажи, что это срочно. Дело в том, что его сейчас нет. А я не могу вам помочь. Вряд ли, Кармен. Мобильный он отключил. Но ты постарайся его найти и передай, что мы с дочкой в центральном комиссариате. Пусть едет нас вызволять. Иначе нам придется здесь всю ночь просидеть. Виски 18-летней выдержки, чтобы отметить нашу встречу. Ты не меняешься, Лоренцо. А вот и тебе такого не скажешь. Ты на глазах расцветаешь, становишься все красивее. Попробуй, что тебе это напоминает? Успех. Мне тоже так кажется. Так что давай разделим его вместе. Напомни, о чем я тебя просил, Кармен Ситто? О чем? Извините, синьор, но звонила ваша жена. Синьора Муньяка. Кукла? И чего она хотела? Я же послал супер разобрать их с дочерью из аэропорта. Да, но произошел небольшой инцидент. И их отвезли в центральный комиссариат. Что? А шишка здорово болит. У кузины потрясающая мягкость. А как точно она мне в лоб залепила? Да, уж с ней надо быть на чеку, бьет без промаха. Но я даже на нее страху нагнал. Бедняжка чуть не задохнулась, решив, что я до гола собираюсь раздеться. Подожди, подожди. А если это была не она? Если не она сняла с меня брюки, то кто же тогда? Предположительно, они напали на моего сына, Арестаса в дверях нашего дома. А эти бездельники все прозевали. Но охранники говорят, что ничего подозрительного не заметили. Да они же раздевы. Уведи их отсюда, пока у меня не лопнуло терпение. Олимпий, держи себя в руках. Нет, Хуан Анхель, я должна поговорить с сыном и выяснить, что на самом деле случилось. Меня эти россказни про ограбление не убеждают. Хорошо, радость моя, как скажешь? Извините, простите, я не знала, что вы здесь. Ну что ты, милая, ты и твой дом тоже проходи. Кто же спорит? Прошу тебя. Чего у нашей семьи не отнять, так это того, что мы даже несчастье встречаем дружно. Детка, ты бы умылась. И будь добра, сдерживай свой аппетит. Если так налегать на шоколад, то скоро в дверь не пройдешь. Олимпия. Олимпия, немедленно вернись. Вернись немедленно, Олимпия. Вернись. Он же настоящий троглодит, мама. Как будто только что из пещеры вылез. Больше того, мне кажется, что он полицейский жетон вырезал из пивной банки. Александр Мерston Пğaz, sed jagт и сейчас заканчивается.